Здравствуйте, я Настромо771. Сейчас я хотел бы продемонстрировать, каким образом можно выполнить регистрацию и последующее обновление продукта Avast Free Antivirus версии 9.0 2014 года, в том случае, если компьютер, куда мы хотели бы установить защитный продукт, по той или иной причине лишен сети интернет. Для того, чтобы выполнить регистрацию и получить ключ, необходимо перейти к компьютеру, который имеет выход в сеть интернет. Покидаем данное рабочее место, переходим к домашнему компьютеру, к ноутбуку, к любому компьютеру, который имеет выход в сеть. Запускаем любой интернет-браузер, в данном случае Internet Explorer, вводим адрес avast.ru. Переходим на главную страницу Avast. Все, что нам требуется сделать, первое, скачать установочный дистрибутив, так как сделать это на компьютере, где нет сети, мы не сможем. Перейти к загрузке, переходим в Avast Free Antivirus, скачать. Выбираем сохранить как. Открывается мастер, который делает запрос, куда сохранить установочный дистрибутив. Выбираем переносное устройство HDD, создаем, например, папку Avast Free, ну любую папку или главный каталог, то здесь не важно, где вам будет удобнее хранить информацию. И нажимаем сохранить. Начинается процесс сохранения. Можно посмотреть загрузку. Скачать дистрибутив вы также можете с сайта comss.ru. Для этого достаточно перейти на вкладку бесплатные, бесплатные антивирусы, выбрать Avast Free Antivirus, скачать. И этот же дистрибутив сохранить аналогичным же образом на имеющийся у нас носитель. Дистрибутив загружен. Первая часть операции закончена. Возвращаемся в сеть. Теперь нас интересует поддержка. Нам необходимо получить ключ регистрации на бесплатную версию продукта. Через поддержку мы переходим в центр лицензии. Открывается возможность получить лицензию бесплатно на один год на продукт Avast Free Antivirus. Заполняем анкету. Имя, фамилия, адрес электронной почты. Повторно вводим адрес электронной почты. Адрес здесь необходимо вводить естественно настоящий, потому что на этот адрес будет высылаться письмо с регистрационными данными. Страна. Далее необходимо ответить на небольшой опрос Avast. Имя, фамилия, адреса электронной почты. Страна Российская Федерация уже введено. Почему мы выбрали Avast? Выбираем из списка. По совету друга, нашел в интернет, уже был установлен после прочтения обзоров в прессе. Использовали ли вы ранее на вашем компьютере антивирус? Выберите какой. Если использовали, то указываем какой. Можно выбрать другой вариант ответа, либо указать нет. Avast мой первый антивирус. Возраст. Выбираем возрастную группу. Владение компьютером. Выбираем начинающий, средний пользователь, продвинутый пользователь. В зависимости от того, какой уровень владения компьютером у нас имеется. Конечно, эти статистические данные являются условными. И чтобы вы здесь не ответили, большой роли не играет. Но Avast собирает определенную статистику. Она необходима для того, чтобы знать, какая категория людей пользуется продуктом, из каких источников информации пользователи получают данные о Avast и загружают его, и владение компьютером. В общем-то, это все, что необходимо для создания определенных статистических данных. Нажимаем зарегистрироваться бесплатно. Регистрация прошла успешно. Бесплатный лицензионный ключ вы получите по электронной почте в течение 30 минут после регистрации. Как правило, это делается гораздо быстрее. В течение ближайших 5 минут, если все в порядке, вы должны получить ключ. За редким исключением, ключ может задержаться. Это связано с тем, что, например, большое количество людей одновременно выполняли регистрацию. Если ключевой файл не поступит, через 24 часа проверьте, не попал ли он случайно в папочку спам в вашем почтовом ящике. Мы должны ввести лицензионный ключ в программу, для того, чтобы продолжить использовать ее по окончании триального периода. В письме будет также указана детальная инструкция по вводу ключа. Переходим к своему почтовому ящику. Все, что можно было сделать на сайте, мы сделали. Если учитывать тот факт, что компьютер, на который мы будем выполнять регистрацию данного продукта, не будет подключаться к сети интернет, то выполнять регистрацию учетной записи EVOS смысла никакого не имеет. Все равно мы с данного компьютера зайти в данную учетную запись не сможем. Другое дело, если мы впоследствии все-таки интернет подключим и будем иметь возможность выхода в сеть, тогда мы самостоятельно уже с компьютера, где выполнена регистрация, зайдем на сайт EVOS и подключим учетную запись. Переходим в свой почтовый ящик. В данном случае используется тестовый ящик Яндекс.Почты. Как я и говорил, примерно через 5 минут появляется сообщение о регистрации EVOS. Если вдруг это письмо не появится в папочке входящей, проверьте папочку SPAM. Возможно, письмо по ошибке было отнесено именно туда. В письме нам сообщают о том, что регистрация прошла успешно. Ниже указан ключ бесплатного использования годового, который необходимо ввести в соответствующую форму при выполнении регистрации продукта. После этого будет выполнена автоматическая регистрация без подключения к сети интернет. Здесь же нас уведомляют дополнительно о том, что EVOS Home Edition и EVOS Free Antivirus предназначен только для домашнего или некоммерческого использования. Коммерческие версии EVOS находятся по соответствующей ссылке. То есть использовать в данном случае бесплатную версию Free Antivirus мы можем либо на домашнем компьютере, либо на другом ином компьютере, который не предназначен для коммерческого использования. Далее действуем следующим образом. Либо копируем данный ключ, который состоит из символов и цифр, сохраняем его в текстовый документ и сохраняем на переносное устройство, для того чтобы не записывать вручную на какой-то физический носитель. Данное переносное устройство забираем с собой для того, чтобы установить на компьютер, который не имеет подключения к сети интернет. Второй вариант. Мы просто берем ручку и переписываем этот ключ на любой физический носитель, листок бумаги. Все, что нужно сделано, переходим к компьютеру, который не имеет подключения к сети интернет. Подключаем USB Flash-носитель. Можно скопировать эти файлы на рабочий стол или на любое место на вашем компьютере, для того чтобы установочный дистрибутив и данные с ключевым файлом находились у вас на компьютере. Отключаем переносное устройство. Теперь устанавливаем бесплатный антивирус. Выбираем стандартную обычную установку. Соглашаемся. Установка завершена. Нажимаем готово. Соответственно программа не сможет ни зарегистрироваться без сети интернет, ни загрузить базы данных. Смотрим информацию о программе. Последняя версия баз данных, которая была вшита в данный дистрибутив, составляет 16.10.2013 года. Переходим к процедуре регистрации. Нам необходимо перейти через настройки к параметру регистрации. Мы видим, что у нас имеются различные способы регистрации. Один из них выполнить регистрацию в офлайн, в отключенном режиме. Открываем данную тильду. И здесь нам предлагается выполнить следующие действия. Перейти к заполнению регистрационной формы. Соответственно эта форма нас переносит на сайт регистрации, что мы уже с вами выполнить никак не сможем на этом компьютере, потому как он отключен от сети. Однако здесь есть ссылка на регистрационную форму, которую мы с вами уже заполнили. Переходим к складке ввести лицензионный код, потому что мы его уже получили. Теперь кто с листочка вводит его сюда, кто предусмотрительно скопировал в текстовый документ, копирует и вставляет в данное окошечко. Нажимаем на ОК после ввода ключа. И видим, что у нас остается 372 дня на использование данного продукта. С 1.11.2014 года данная регистрация будет подходить к концу. И нам предложат выполнить в аналогичном же режиме повторную регистрацию. Вы сделаете все то же самое, что мы с вами сделали до того как. Только вам не понадобится уже копировать дистрибутив установочный. Вам будет достаточно заполнить регистрационную форму, получить ключ и также по флайн зарегистрировать продукт. В состоянии продукта все работает корректно. Связать данные с учетной записью мы никак не сможем, так как у нас нет выхода в сеть интернет. Даже если мы захотим это сделать, у нас есть адрес электронной почты, без сети данная процедура невозможна. Однако сам продукт будет работать корректно. Теперь он зарегистрирован. Теперь, что касается выполнения обновления нашего бесплатного антивируса на компьютере, где нет сети интернет. Как это сделать? Сделать это очень легко и просто. Avast является компанией, которая поддерживает пользователей, которые не могут по той или иной причине подключаться к сети интернет. Для этого постоянно выпускаются соответствующие выпуски обновлений в виде специальных файлов, работать с которыми не представляет никакой сложности. Переходим к компьютеру, который имеет подключение в сеть интернет и открываем главный сайт Avast. После чего переходим к поддержке, открываются дополнительные возможности, нам необходима вкладка загрузки. Открываем ее. Вкладка загрузки состоит из трех компонентов. Это установочные файлы для продуктов Avast для разных категорий, обновление программы и утилита по удалению. Здесь же также описывается, что нужно сделать, чтобы правильно удалить продукт. Переходим к обновлению программы, видим три файла. Файлы не перепутайте, потому что нижний файл предназначен для обновления версии 4.8. Все версии от 5 по 8 обновляются средним файлом и самый верхний файл обновлений для версии 2014. Нажимаем скачать и сохраняем данный файл куда угодно. Главное, чтобы вы могли его на флеш-носителе впоследствии перенести к компьютеру, который не имеет подключения к сети интернет. Загрузили. Переходим к компьютеру, который не имеет подключения к сети, копируем данный файл на рабочий стол или запускаем сразу с флеш-носителя. Выполняется обновление продукта. Продукт успешно обновлен. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Открываем наш продукт, смотрим информацию о продукте. Версия программы, обновление 24.10.13. Количество баз данных. Продукт обновлен по состоянию на текущий период. И данные обновления вам придется периодически, по мере возможности, копировать с сайта производителя или с сайта comss.ru, где также имеется возможность выполнить загрузку обновления. Для этого необходимо перейти во вкладку обновления. Перейти к загрузке баз данных EVOS VPS Update. Нажать на клавишу Скачать. И здесь мы видим три файла, которые отвечают за базы данных. Верхний для EVOS 2014. Нажимаем и указываем, куда сохранить данный файл обновлений. На этом все. С вами был NaStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.